Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией по возможности. Стефано Мария Линья, также известный как Лия Нино. Итальянский художник периода позднего барокко, работавший в основном в Милане. Считается одним из самых новаторских представителей миланской школы живописи рубежа 17-18 веков. Родился в Милане 6 апреля 1661 года у художника Джованни Амброджо Линьяни и Изабеллы Бессолло. Я цитирую в Википедии. Его дед Томмазо Линьяни тоже был художником. Линьяни, вероятно, получил свое первое художественное образование у своего отца. Было высказано предположение, что впоследствии он продолжал работать в мастерской Карла Чиньяни в Болонии. А затем учился у Карла Маратты в Риме. Однако это не подтверждено документально. 30 октября 1694 года женился на Катерине Сан-Петро, от которой у него родились три дочери. В этом же году он получил важный заказ от графа Дидруэнда написать серию праздничных фресок в своей резиденции, сегодня известной как Палаццио Фалетти Бароло. Работы создали его репутацию и сыграли важную роль в получении в 1691 году очень престижного заказа на создание фресковых украшений для нового дворца Эммануэля Филиберта, принца Кариньяна. Этот дворец был спроектирован в Гуарина Гуарине. В 1695 году присоединился к местной академии Святого Луки и его директором стал в 1698. В 1703 купил резиденцию в Милане, за которую заплатил высокую цену, что является признаком его успех. В Наваре он расписал купол Сан-Гауденцио, в Милане написал фрески о жизни Святого Иакова в церкви Сан-Анджел. Также писал фрески в соборе Монце, работал в Турине и Генуне. Художник рисовал на холстах, фресках основными работами, которые были религиозной композицией, написанной для различных религиозных учреждений и церквей в Милане и его окрестностях. Также выполнял важные заказы во дворцах местной аристократии. Его работы демонстрируют влияние Кареджи и Парамиджана в его политике, смешанное с традициями римского классицизма. В его композициях архитектурные сооружения и фигуры плавно сливаются, и он смешивает тонкие оттенки и яркие цвета. Ленианин умер в Милане 4 мая 1713 года в возрасте 52 лет. Ну вот так, вкратце, конечно, из википедии данных немного о Стефано-Марии Лениане, также известной как Ленианин, итальянском художнике периода позднего барокко. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.